Возвращается у нас райор. Можно начинать, ребята. У кого есть номера кого-то из азиатских игроков, наберите их, как-то подгоните, потому что это несерьезно. Если трафик, роуминг сильно большой, скажите, бросьте счет, мы пополним. Но как-то надо начинать эту игру, что-то страшное отвоявится. Райор опять у нас отвалился. Ну, в принципе, можно пока что минимум по статистике рассказать. Давайте я вам чуть-чуть информации дам по группам. В Азии на первом месте у нас пока что идет Сигнейча. У них 5 игр, 1 победа, 4 ничьи. Ну, больше всех сыграли, больше всех заработали. 6 очков в общей сложности. У Инвейджин 3 игры, но практически столько же очков. 5 очков у Инвейджин. У них 2 выигранная и 1 ничья. В общей сложности 5 побед. У Арканус Гейминг 1 выиграна, 3 ничьи. Тоже, в принципе, мясом забросали. 5 игр, 5 очков. И Минески на четвертом месте. 5 игр, 4 поинта. Остальные команды либо плохо играли, либо мало играли. Джигвард у нас 2 игры, 2 ничьи. У Андермайнер 4 игры, 2 поражения, 1 победа, 1 ничья. Ну и 3 ничьи у 5 Эва, которые в данном контесте у нас участвуют. У Рейва, соответственно, 1 игра, 1 ничья. Значит, 1 победа, 1 поражение. По Европе ситуация тоже, в общем-то, неразберихой попахивает. В первой группе Европы. Хелл Рейзерс, отважные львы. На шестом, на первом месте, точнее, в своей группе. 6 поинтов у них имеется. 3 матча, 3 победы. Все очень хорошо. Балкан, Бирс, Корлеоны. На второй строчке тоже 3 игры. 2 победы и 1 ничья. Тим Тинкер. 4 игры сыграли. 3 ничьи. 1 победа. 5 поинтов. Ну, дальше уже идут Альянс. 5 игр. Ну, Альянс, конечно, несчастно выглядит. Во-первых, 5 игр сыграли практически больше всех. И 1 только выиграли. Также 2 ничьи, 2 поражения. Ну, Альянс не лучший этап. В своей жизни переживают. Это, в принципе, ни для кого не новость. В группе Б европейской. На первом месте Нипы. У них 4 победы в 5 матчах. 9 поинтов заработали и 1 ничья. Без поражений пока что идут. Ну, поражения, я имею в виду, это 0-2 в серии Best of 2. Ну, возвращаются у нас команды. Там, в принципе, у нас еще есть Америка. Там на Today на первом месте. Evil Genius. 3 игры. 3 выигранная. ЕГЭ, понятное дело, ноутудэй накажут. Ну, пока что у нас Азия. У нас 5 место дерется с 10. Ну, это, опять же, только касается матчей. Количество матчей, которые сыграли Рейв. У них всего лишь одна встреча Best of 2 была. Против Арканус Гейминг. И поинты отковыряли они у известного азиатского коллектива. На повестке дня матч Рейв 5 Эва. Давайте на него и переключимся. Так, Рубик у нас здесь готов. Рубик готов отхватывать. Я думаю, Джейо уже начинает нарезать. Подкоп у нас пошел по Рубику. Феникс летает. Пока что все живы. Рубик на лоу ХП. Мирикль просто идет и по горбу бьет каста Мирикля. Мирикль слишком далеко ушел. Здесь НБ может отвалиться. Да, отваливается у нас НБ. Зажали Мирикля и будут мстить за товарищей. Как я понимаю, каст тоже на лоу ХП. Скоро будет фиссура у Мирикля и каста скорее всего развалят, как я понимаю. На лоу ХП Мирикль. На лоу ХП. Так, Мирикль у нас еще от Джейо скорее всего отвалится. Да, Джейо забирает фраг. И пошла погоня за Фениксом. У Феникса до Икарус Дайва еще очень много времени. По данным меркам мало. Мало скорости у Феникса. 2-1. До выхода крипов. Вот это я понимаю начало катки. До выхода крипов уже 3 фрага. Но драка еще и не заканчивается. Продолжается. Каст сюда приходит. Дал подкоп. Ушел отсюда. Развалился каст. Хватит подкапывать. 2-2. Счет становится. Нормально. Подрались. Разменяли. В общем-то не зря переподключались. А то уже как-то мутью попахивало данный матч. На данном этапе 2-2 счет. Крипы у нас пошли. Ходят крипы. Смотрят на трупы героев. И не понимают куда они вообще попали. 5-1. Я думаю по деньгам должно быть впереди. Да, 200 по голде вынесли. Больше. И посмотрите что с графиками вообще происходит. Какая-то кардиограмма жутчайшего образца. Криси у нас отправляется на мид на инвокере. Как мы и предполагали. Нул талисман уже впаковал. Ну и танго его пробустили свои тиммейты. У Джейо. Пурмен шилд. У каста сапог появился. У каста помимо сапога еще есть всякие мази и кремы на подхилы, на подсейв себя и своего тиммейта. У Феникса просто хилки. Ну, Феникс на сложное и понятное дело классика для современной доты. Что у Шторма? У Шторма появился сапог. То ли он в горячке его купил, то ли купил совсем недавно. Не очень я проследил за данным моментом. Так, Шторм у нас начинает гонять Криси. Ну, в принципе, пассивка вкачана. Через оверлот можно наваливать инвокер. Ну, инвокер, понятно, по регену пока что не очень проседает. Идет через квас. Уже имеется колд снэп вкачанный. Ну, этого колд снэп был ли в начале файта, я не видел. По-моему, не было. Оно здесь, в принципе, ульты не было. Да, понятно, без колд снэпа дрались. Райор стоит, фармит сложно. И сложно не настолько сложное, как могла бы быть для него. У него крипстат 4-0. У Икаруса 2-1. Уже, в принципе, сейчас 5-0 будет. Да, Райор пока что уверенно себя чувствует. Здесь гоняет еще и Сларка. Рубик настреливает со спины. Но оттычки от Рубика вообще ничего аксу не делают. Есть Ring of Protection, есть Stout Shield. Райор себя чувствует комфортно. И это хорошо. Нравится мне, что в пике команды Рейв имеется Энигма. Это Блэк Холлы, во-первых. Во-вторых, это Инвокер, который в любом случае в Блэк Холл что-то дозабросит. Просто так у нас Блэк Холлы сами по себе ставиться не будут. Ну, хотелось бы в это верить. Ну, и не нравится, что Феникс с Фениксаном немножко... Немножко скучноватая реализация этого персонажа вообще на любых этапах. Просто стал, просто горит и просто либо бьют его, либо стоят на месте игроки команды соперника. Ну, это такое. В общем, Инвокер не частый гость. В принципе, и Антимаг не частый гость. Один из моих любимых персонажей наравне с Войдом и Спектрой. В общем, все раковые мейнкерри, для которых надо хотя бы один палец иметь на руке. И можно смело стоять и фармить. Ну, вот таких персонажей мне по душе. В принципе, они вообще шоу дают приличное на лейт... На лейт-этапе матчей. Если до лейта дойдет, Джио, я думаю, всем расскажет. Со стороны команды 5Eva такого мощного керри, как Антимаг, я не вижу. Имеется Сларк, но Сларк скорее в мидгейме будет особенную рассказывать и что-то вывозить. В лейте Сларк, как мне кажется, послабее будет, чем Антимаг. Тем более, через Манта Стайл у Сларка, скорее всего, маны будет по минимуму. Если успеет Шадоу Дэнс выйти, опять же, если через Абисал... А, конечно же, через Абисал у нас Антимаг пойдет. Так, Райор... Ладно, вернемся к аналитике попозже. Тем более, к такой тухлой аналитике. Райор у нас начинает гонять за Тауэром своих соперников. Сложная для Райора действительно превращается в обычный лайн. Какая-то пап-игра. Райор просто взял Акса и просто ходит, накаляет сразу двоих игроков команды 5Eva. Счет 2-2. Пока что ничего не меняется. По Крипстату на первом месте Джей Йо. Так, Олдснэп у нас в Шторма пошел. Половину столба снесли у нас Шторму. Продолжение будет? Нет, не будет. Есть Вортекс уже в 2 вкачанный. Шторм у нас серьезный профессиональный игрок. Не через Ремнант и Оверлод, а Вортекс на ранних левелах вкачан. Это уже приятно. Как минимум для команды. У Джей Йо тем временем появляется Ринг оф Хеллс. Имеется уже Пурман Шилд. Имеется Квилинг Блейд для фарма. Ну и Тапок. Тапок в общем-то просто, чтобы ходить от Крипа к Крипу. На первом месте Джей Йо по Крип Стату. По Нетворсу давайте глянем. По Нетворсу на первом месте у нас Шторм. Ну Шторм даблкилл сделал на ранних этапах. Здесь у нас в это время, я вижу, забрали Акса. Повтор смотреть не будем. Вчера Дота зависла. Ну, вдвоем в любом случае разобрали. Через Фиссуру от Миракла и через Вортекс от Шторма вместе с Лайтнинг Болом. Верьте мне на слово, именно так Аксы и умирают в Доте. У НБ что появляется? 480 на руках. Вводит у нас Хороводы Крипов. И Даблстаки делает сам себе у нас НБ. По Мане не сильно проседает. Солуринг имеется. Здесь Голем появился. Голем через Меднай Пульс дамажится. Это хорошо. То обычно печально наблюдать, как СФ у нас отправляется на мультиспауны. А здесь стоит две пачки Големов. И стоит СФ. Не может понять, что с ними делать. Так, Рубика у нас загнал Акс. Ну ладно, это мы все-таки посмотрим. Как у нас Рубика загоняет Акс. Погоня за Элом от команды 5-5. Ну и даже бить не пришлось. Аксу просто задавил своей собственной персоной. Ну, Контер Хеликс, понятное дело, там сработал несколько раз. Рубик 0-1-3 идет. Давайте глянем по графикам. Полторы тысячи рейв впереди. Это, в принципе, в этом и есть. Плюс Акс, она сложная. Прилетел сюда Рубик. Зачем прилетел? Умирает, скорее всего. Погоня у нас за Сларком. Ну, тут можно подраться с Рубиком. Если бы загореть на себя. Влетает через Лайтинг Болл у нас Шторм. Райора поймали. Райор пока что живет. Фессуру в лицо от Мирекля получил. И за всю боль Сларк ему отомстил. 1800 на руках у нас у фармилы команды FiveEva. Пока что что-то купил. По-моему, это Хэнд оф Медас. Так и есть. Хэнд оф Медас рецепт приобрел. И сейчас будет перчатка. Сларк решил пойти в серьезный фарм. У Джио такой ерунды не наблюдается. И на это приятно смотреть. Купил Ринг оф Хелс. И, по-моему, будет выход в Баттл Фьюри, а не в Ван Гуард. Удскульная сборка на антимага у нас постепенно. Ван Гуарды собираются. И все чаще собираются на антимага. Дальше уже Манта Стайлы. Ну и здесь, я думаю, не тот случай. Скорее всего, Баттл Фьюри будет от Джио. В принципе, фармить дают. И убивать придется многих и часто. Поэтому Джио, конечно, лучше уйти в дэмэдж. Джио вообще зашел у нас за Тауэр. Но это только временно. По Нетворсу он на первом месте 3600. Обгоняет, наконец-то, Шторм Спирита. Против него стоит Феникс. У Феникса топ-4 снизу. Показатель 1300. Общий Нетворс. Ну, по золоту видим. Точнее, по артефактам. Это золото вообще никак не отображается. Здесь Бутс оф Спид. И здесь Ring of Protection. Правда, 700 есть на руках у Феникса. Феникс у нас один раз умирал. И в одном фраге поучаствовал. Но это было в самом начале. У нас здесь драка под Т1. Ловит Энигма в Блэк Холл у нас. Мидера команды 5Eva. И Шторм отправляется на базу. Не пожалели у нас Блэк Холл в одного Шторма. Ну, в принципе, чего жалеть. Такой дорогой гость пришел с Мидом. Почему бы ультом его не встретить? Криси пока что стоит и фармит. У Криси Rob of Magic. Я думаю, будет выход в Оркет. У Криси скорость дамаги имеется. Все, никакого экзорта. Криси точно получает лайк от меня. Никакого экзорта. Через класс и Векс качается у нас Криси. Все примерно поровну вкачал. Есть Торнадо. Есть Колд Снэп. Тут же будет ЕМП. В общем-то, проблемы будут у команды 5Eva по монет так точно. В принципе, зачем нам еще и антимаг непонятно. Что, у нас здесь стоит Феникс. Феникс через Икарус Дайв уходит на лайн. Будет ли Джио блинкаться? Да, Джио будет блинкаться. Ульт есть. Надо ультить. Надо ультить. И остается там 8 ХП. Забирают крипы у нас одного Феникса. Без маны у нас Шторм. Вот здесь бы ульт был очень полезен. Через ремнант у нас погибает антимаг. Также физура прилетела в лицо Джио. Отпивается Шторм. Драка продолжается. Криси ой как жалеет. Я думаю, что пришел сюда. Во-первых, антимага отдали. Во-вторых, отхватит сейчас от всех. Погибает у нас Шейкер. Криси по-прежнему живет, но недолго ему осталось. В итоге 6-7 становится счет. На лох ХП у нас Шторм. И Криси забрать то, что хотел, не смог. 6-7 счет. 2 в 2 подрались. Команда FiveEva неплохо по щам настреляла кор-героям команды Rave. Убили инвокера Смида. Убили антимага, на котором играет Джио. И который всю игру фармил. Вот вам и Шторм. Шторм постепенно выходит вперед по фарму. Понятно, он опережает совсем ненамного Криси. И уже уступает пришедшему на лайн Джио. Но, тем не менее, Шторм до этого был победнее. 3-1-3 счет на данный момент. У Акса, как обстоят дела. 1500 на руках. Это все после Транквилы. Акс у нас будет выходить, насколько мне видно, в даггер. В принципе, после даггера можно на Вангуард собирать. Я думаю, здесь раскасты пока не такие мощные, как того хотелось бы Шторм. Единственный, кто может нон-стоп дамажить Берст Дэмэджем. Но этот Берст Дэмэдж, в общем-то, малова для того, чтобы Акса нагнуть. На 12-13 минуте. Ну, я думаю, где-то к 12-й минуте у нас и появится даггер на Аксе. Каст у нас видит Шторма. Шторм врывается на руну, но Энигма уже забирает руну. Баклер имеется, кстати. У Энбэ есть Хедреска и 600 на руках. Очень скоро будет Мека. Очень скоро можно будет организовывать масс-файты. Интересно посмотреть, как с Торнадо все ребята будут... Все ребята команды 5-5 будут приземляться в Блэк Холл. Разумеется, ни за кого я не топлю. Но то, что персонажи у команды Рейв приятнее и интереснее для комментирования, это 100%. Во-первых, Инвокер. Совсем нечастый гость в пике. Во-вторых, Энигма. Тоже шоу-персонаж, у которого мейн-скилл, наверное, в доте по накалу страстей и по эмоциональности. Блинк забирает у нас Рубик. И сразу же облинковывается назад. Нечего вообще здесь стоять. 770 на руках у нас у саппорта команды Эвол. Что у Мирекля? У Мирекля нет до сих пор тапка, зато есть Сол Ринг. Так, Миреклю наконец-то летит тапок. Все, в принципе, становится нормально. А то, чё, как лох ходишь. Джио покупает у нас Броссворд. Да, все. Это означает, что Баттл Фьюри будет. Не будет здесь Ван Гварда. Джио выживать не собирается. Джио собирается убивать. Лучшая защита это нападение. Ну, вот Джио живой тому пример. Конечно, больно смотреть на антимага. Запаковался вообще до нельзя. Лицо спрятал, глаза оставил. Фиолетовый капюшон, фиолетовая бандана на лице. Прям серьезный парень из гетто. Так, по золоту, я смотрю, у нас антимаг просел. Почему? Персик приобрел у нас только что Джио. Пока рассматривал его наряды, даже не наблюдал, что собирает он по итемам. Персеверанс есть, Броссворд есть. Остается 1200 до Клеймора и увидим Баттл Фьюри. В общем-то, не ранний Баттл Фьюри. Уже 12 минут прошло. У Акса появился лид даггер. Да, у Акса даггер появился. Да, Акс как раз этот даггер реализует. Сларка разобрали. Вы видите, да, насколько брызг. Вот настолько Сларкой разобрали. Вместе с кастом очень быстро разобрались. Квилинг Бейт по голове дали. В общем-то, Сларк отъехал за секунду. По ХП у Сларка никаких вообще артефактов не имеется. Есть Hand of Middas, есть Ring of Aquila. Ну так, разве что Анквила дает 3 силы. По большому счету, Сларк голый в плане хеллспоинтов. У Криси уже имеется собранный. В общем-то, Обливент Став собранный имеется. Судя по деньгам, которые есть у Криси, даже 2 Обливент Става есть. Но пока что их не покупает. Может быть, у нас Инвокер пойдет в какой-нибудь даггер. Это вообще было бы интересно. В принципе, Торнадо есть, цеплять есть чем. Сларк опять пришел. Сразу же встречают у нас Сларка. Сларк опять ушел. Как-то Сларк курьером работает. На линию, обратно на базу. С базы на линию, обратно на базу. Две смерти подряд. Это кор-герой команды FiveFever. Антимаг в это время фармит. Джио отправляется на миту. Джио совсем немного остается до Battle Fury. В принципе, можно подраться со Штормом. Джио не собирается драться со Штормом. А Шторм как раз собирается драться с Джио. Я думаю, Джио здесь успеет. Уходит у нас Джио. Тем временем, снесли Т1 по низу. Игроки команды FiveFever еще забрали с собой Рубика. 6-10 счет. Килл забирает у нас Акс. Что у Райора по сборке намечается? Бродсворд. Роб оф Мэджик. 4 килла, 2 ассиста и 2 смерти. Очень скоро появится Блэйд Мэйл. Кто будет только в Блэйд Мэйл этот бить, непонятно. Из рассказа какого-то мощного, разве что Шторм может разбить ли себе лицо Блэйд Мэйл. Ну или Шейкер от Фессуры может нормально отхватить. Или от Эхо Слэма. А так, честно говоря, Блэйд Мэйл даже не знаю, уместен здесь или нет. Но, с другой стороны, Рейв сами диктуют свою игру, врываются и навязывают драки команде FiveFever. Почему бы не использовать все, что дает Дота для данной ситуации. Ворвался Блэйд Мэйл провязал, Берсеркер Сколл. Ну и бейте, ребята. Пока силы есть у Сларка, по-прежнему в ХП ничего не имеется. 910 у Фармилы команды FiveFever. Я думаю, тут на ХП, в принципе, что вообще может быть? Скорее всего, это Сэнджин Яша или Башер какой-то ХП дает. А так, Сларк под такими темпами фарма. Я думаю, в Скаде выйдет ой-ой-ой, как не скоро. В лес у нас отправляется FiveEva. Я имею в виду, конечно же, о Сларке, о парне с ником P. Ну и здесь Криси его увидел, решил не врываться, потому что понятно было, что не сам здесь Сларк. Феникс тоже у нас на карте появился. Давайте графики посмотрим. 10 тысяч по голде. Черт меня сбоку вообще смотрел. 10 тысяч плюс и 10 тысяч по экспириенсу. Рейв просто унижают FiveFever. Это действительно, вроде бы 6-10, а вроде бы и в одну калитку, судя по графикам. Эйданула фиссурой уже у нас фармит Мерекль. Что делать, непонятно. Ну что, надо быть оживленней. И у нас здесь, на секундочку, изнасилование намечается. Рейв опережают по золоту очень сильно. Так, у нас здесь зацепили Мерекля. Ману всю выжили. У Мерекля минимум ХП. И на нем еще Оркет висел от Криси. Так, забирает у нас ЕМП Рубик. Перед смертью успеет вкастовать. Без Маны у нас будет Энигма. Энигма вкастовал Блэк Холл. И Криси забирает еще один фраг. Даблкил у нас от Криси. Поднимают у нас Ветра Феникса. И здесь еще и Джейон Орезай. Акс прилетел. Хотел прыгнуть по трупу, по голове. Уже ударил. Это не засчитывается. 3 в 0 подрались. 6 в 13. Графики пока что боюсь открывать. Вдруг нас смотрят дети. Ну или вдруг нас смотрят фанаты 5-Eva. Если, конечно, такие имеются. Так, у Рейва имеется Мека. Что-то, по-моему, в Курьере ему должно лететь. Нет, ничего не летит. Джейон покупает Ринков Басилиус. Здесь, скорее всего, собирается выйти в Владмир. 530 у него на руках. На первом месте у нас Джейо по Нетворсу. 7800 у мейнкерри команды Рейв. И 7600 у Криси. Неплохо по золоту дела обстоят у нас у Шторма. Но Шторм пока что в Оркет не выходит. И далековато. У Шторма 3-1-3. Непонятно, куда ты деваешь свои деньги. 6900 на руках. И тут, в общем-то, 6900 нет. Наверное, что-то летит. Да, Собранный Оркет летит. Рановато я раскричался. Ну, посмотрите на показатель Нетворса. 5 первых мест. Из них кое-как затесался мидер команды 5Eva. 4 остальных. А именно первое, второе. Четвертое и пятое. Соответственно, за антимагом, инвокером Аксом и Энигмой. Мейн керри команды 5Eva. Сларк на шестом месте. Он борется с Энигмой за пятой. Так, Шторм у нас в это время разбирает антимага. Во, вот это да. Вот это доигрались. Странаж. Джио ловит Сайленс. Ну, под Сайленсом Джио убивать любой сможет, конечно. Поздравляем. 5Eva это действительно крутой фраг и очень важный. Один несчастный антимаг. 1290 заработано и потеряно. Короче говоря, 2000 голды поднимает команда 5Eva. И именно Шторм зарабатывает 1300 на руки. Сразу же покупает себе Даст и покупает... Да, в принципе, все. Остальное на шоколадку оставил себе. Шторм. 740 на руках у человека с ником Си. И кто же у нас играет из азиатов под этими никами? Ну, я даже не буду разбираться. M это Miracle. Все, что нам нужно знать на данном этапе. Будут 5Eva где-нибудь выше в турнирах. Будем называть их по именам. Здесь ребята подписались. Проблем ни у кого никаких не возникает. Крис и НБ. Ну, хотели конспирации. Получите конспирации. Теперь вас вообще никто, кроме родных мам, знать не будет. Ну, понятно, Miracle это не касается. Этот парень уже бывал и известный в азиатской, да и вообще в мировой доте. Команда 5Eva заходит в спину. Под смоком бегут у нас игроки 5Eva. Здесь у нас Сларк. Со Сларка спадает смок. Значит, кто-то рядом. Каст моментально же разваливается через фейтболт. Еще и Хекс у нас украл Рубика. Это неприятно. НБ здесь через Вортекс его разбирают. Ну что, это даблкилл от Шторма. Чем отвечать? Да ничем не отвечать. Игроки команды Rave на других лайнах. Разве что Криси может здесь попасть. Пошел у нас Сколдснэп. Должен без маны оставаться. И, в принципе, без ХП Рубик. Забирают Рубика в Соло Акс. Врывается сразу же ловит Сайленс. Крутейшая реакция от команды 5Eva. Шторм моментально. Оркит проюзал. Райор здесь. Райор готов драться. Поднимают ветра у нас Сларка. Сларка развалили. 3 в 2 пока что драка. Леон уже оживает. Здесь стоит Феникс Сан. Надо убивать Феникс Сан. Убивают. Трипл килл от. Так. Мне почему-то двоих показывают. Но, по-моему, гораздо больше у нас убил инвокер. У инвокера должен быть ультра килл. Крикнули ультра килл. Показали дабл килл. Так. Инвокер. 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 Убивает двоих. Троих. Ультра килл у нас со стороны Криси. 8-1-5 идет мидер команды Rave. Ну, эта драка была действительно серьезная. Тут не двоих по кустам забирать. Тут гораздо сложнее была ситуация, и реализация трейфа оказалась более чем чудесной. То, о чем я ему говорил. С торнадо игроки команды 5-5 либо падают в Блэк Холл, либо падают под Берсеркер Сколл Акса. Единственный Сларк разве что имеет возможность как-то отвалиться отсюда. А Лайтнинг Болл, я думаю, Шторм проюзать не успевает. Сларку просто нужно как сумасшедшему кликать по Шадоу Дэнс. Остальным ребятам надо прокликать еще и на локацию будет. Инвокер у нас здесь решил с Мираклем разобраться. Поймал через Колд Снэп, ЕМП. Также все это под Оркином. Разваливаются очень быстро. Что у Криси по стрику? Не пишет почему-то стрик, хотя у Криси должен быть стрик, по-моему. 9-1-5 счет на данный момент. У Криси появляется Поинт Бустер. Это значит, что будет Аганим, это значит, что экшена станет еще больше. Врываются у нас в Райора. Райор должен хоть кого-то успеть на себя сагрить. Здесь НБ, какой Блэк Холл от НБ. Еще и подарил Блэк Холл Рубику. Да, НБ, конечно, наплужил невероятным уровнем. Во-первых, Блэк Холл в пустоту. Во-вторых, у Рубика Блэк Холл теперь на руках. Такими вещами можно переворачивать игру самому себе. Конечно, подсеропил сильно своей команде у нас с НБ. Но еще Рубик, в принципе, не вкастовал у нас. Блэк Холл еще ничего страшного для команды Рейв не случилось. Ну, ждем, 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 ждем. Врыв у нас в каста. Каст подкоп делает по двоим. Каст, скорее всего, погибает. Торнадо здесь. Через Лайтнинг Болт сейчас заберут Криси. Сайленс пошел, но Сайленс и в ответку пошел. Разваливается Инвокер. Виккед Сик, который был у Инвокера, отходит теперь к Шторму. Погоня за НБ. Где Рубик? Рубик без Блэк Холла. Пока что Блэк Холл не юзали, но здесь Джио приходит. Старается мстить за Миркля. У него должно это получаться. И Карус Дайв очень нескоро. Сюда на Карус Дайв у нас и прилетел. Феникс еще и застревет в крипах через Сан Рэй. До свидания. Феникс отправляется в таверну. 12-2 счет. Команда Рэй впереди. Сейчас на графиках. Через после Фай 3 Капа посмотрим. Ну, здесь по золоту больше 5-5 заработали. Понятное дело, потому что нетворсы выше у команды Рэй. Давайте на графиках глянем. Все видели. 14 с плюсом по золоту. 12 с плюсом по экспириенсу. Райор пока что в реализацию свою... Начинает хуже, чем в начальном этапе этого матча. Блэйд Мейл есть. Пошел выход в агоним. Но много у нас умирает. Главный танк команды Рэйв. Криси возвращается на мид. У него есть поинт бустер 1400 на руках. В курьере... В курьере только... Лежит Митрил Хаммер для Энигмы. Остается с 1100 у НБ до Блэк Кинг Бара. По артефактам команды 5-5. Так, у нас драка здесь. Подняли Райора. Погоня за Рубиком. По голове Рубику. Квилинг Бейд от Акса. И... Счет становится 12-24. Также у нас шторма здесь разобрали, да? Вот это ворвался у нас мидер команды 5-5. Я пока на шмотке смотрел. Погиб шторм. Светлая память. Феникс у нас собирает Еул, как я понимаю. Торнадо за его идем. Молодец. Крисим остается до Аганима. Всего лишь 800 по золоту у Энигмы. 800... Даже где-то 900 остается по голде до БКБ. У Джейо, что тем временем... Джейо тоже приостановил фарм. 4-2-5 счет у него. Вроде должен убивать по всей карте. А по факту... Убивает по одиночке. Разве что Феникса. Ну и еще каких-нибудь загулявших ребят. Баттл Фьюри имеется. Есть Яша. Есть рецепт на Манта Стайл. И собирает себе на Ultimate Orb. До него осталось... Еще... 700 по золоту. Так, так, так. Леон с Даггером. Леон готов врываться. У Рубика. Ничего нет. Блэк Холл закончился. Блэк Холл он так и не вкастовал. Шоу нам обрезал. Ну... Может быть еще получится. Блэк Холлы вообще, конечно, кисловатые в данном матче. Во-первых, один... Ну, это яркий, конечно, был на пустом месте от НБ. Это, видимо, уже от злости или от бессилия. Сразу же подарил его Рубику. Ну и в одного, по-моему, Шторма здесь был удачный Блэк Холл от Энигмы. Так больше Блэк Холлы через Торнадо не считаются. Так, у нас украли что-то. Украл Блинк Рубик. От Джио. Джио разваливает Тауэр. У Джио по Нэтворсу пока что первая позиция. 13 с копейками. Он уже заработал 12 с половиной у Криси. У Акса. Тем временем, после Блэйд Мейла осталось... Так, Курьер погиб. Курьер чей погиб? Погиб Курьер команды. Рейв, каким образом, непонятно. Скорее всего, убил его. Кто бы вообще это мог сделать? Наверное, Шторм, я думаю, развалил. Ну, кто еще, кроме этого подлого Шторма, мог так поступить с Курьером? Даже не знаю. Феникс. Немножко осталось до Юла. А, в принципе, осталось немножко. Это значит сходить в магазин и купить, наконец-то, Войд Стоун. Тысяча на руках уже есть. Рецепт сейчас прилетит. И Юл у Феникса появится. Поздновато, конечно. 25 минут у нас уже сыграно. В общем-то, тайминг не лучший. У Энигмы. 1400 на руках. Надо пешком идти за рецептом Блэк Кинг Бара. Ну, Блэк Кинг Бар здесь нужен, скорее, даже не для того, чтобы не сбили... Не сбили Блэк Холла, а чтобы Рубик не мог украсть Блэк Холл у Акса. У Акса собранный аганим. У Шекера появляется Даггер. Команда 5-5 готова врываться. Это уже интереснее. Карус Дайв у Феникса встроенный есть. Ему Даггер вообще незачем. У Рубика 1600 на руках. Рубик пока что собирает все на тот же Даггер. Лайтнинг Болл от Шторма. Ему, понятное дело, без Даггера прекрасно живется. Ну, а у Сларка Даггер есть. В принципе, 5-Eva более чем мобильный. Здесь у нас Блинк есть от Антимага. Это понятно. Даггера. У Инвокера нет. Есть Форс Став. Зато у Энигмы нет Даггера. Вот так горе. У Акса имеется Даггер. И у Леона еще 1000 сверху после. Все того же артефакта я, по-моему, за последние полторы минуты слово Даггер повторил раз 18. Джейом уже после Манта Стайла имеет на руках 1350. У Криси после Аганима еще 300. Аганим для Криси, сами понимаете, это просто великолепно. Скорость каста становится чудовищно крутой. Можно раздать будет фулл прокаст. Вообще на всю ману по мане тоже, в принципе, проблем никаких. 1623. Забавно. 1623 хеллс-поинтов и 1632 по мане у Криси. Будет ли командор Рейв дефать свой Тауэр на топе? Т2 проседает. 5-5 уже вышли здесь. Кто-то в кустах у нас стоит. Это Мирикль. Он готов ворваться. Так, у нас видят Шторма в миде. Джейо поднимают. Джейо развалят еще до того, как он вернется в файт. Джейо убили очень быстро. Крутой эхо-слэм у нас от Шейкера. Мирикль проседает по ХП, но пока что живет. Мирикль подходит к Тауэру. Тауэр разваливается от крипов. Феникс Сан здесь провязала команда 5-5. Пока что один в один. Развалили Шейкера по Тауэрам. Так, у нас погоня от Райором. Ну, с себя все Сларк сбросил и через Паунс ушел. Горит пока что у нас Сларк. Увернулся от Торнадо. Погоня за Сларком будет. Да, Даггер провязал Сларк. И Сларк отсюда уходит. Райор не туда прыгнул. Немножко ближе прыгнул Сларк. И это, кстати, охренительно крутой мув. Не на фул. Даггер у нас ворвался. Залетел на глиф Сларка. А ворвался на середину рейнджа Даггера. А вот кто за ним гнался? Райор за ним гнался. Райор, конечно же, на фул прокаст. Но это обычное дело. Он думал, что Сларк как можно дальше полетит. А Сларк полетел на половину каста. И действительно, это профессиональный мув. Тут даже ничего не придумаешь. Я, по-моему, впервые вижу. Такое, хотя, казалось бы, вещи элементарные. Но профессиональные игроки тем и отличаются, что делают элементарные вещи, которые ты, увидев один раз, думаешь, господи, как же я до этого не додумался. Сларк до этого додумался и круто реализовал. 13-25. Только появляется у нас Джи Йо. Джи Йо 18-й левел, по-моему, мощнейший на карте. Так и есть. У Джи Йо 18-й, у Криси 17-й. Остальные игроки 16-й и ниже. В любом случае, есть третий Lightning Ball у Штарма и есть Shadow Dance тоже третьего левела у Сларка. Ну и у Криси, конечно, понятное дело, не так зависит он от 16-го левела ульта нон-стоп у этого парня. Так, инвокер. 980 на руках, сверху имеет. Ходит под инвизом, собственный, под гостволком. По карте здесь драка намечается, как я вижу. Джи Йо здесь, на хайграунде есть у нас Рубик. Рубик украл Блинк, Рубик ловит Сайленс. Рубик пожалел, что сюда пришел. ЕМП должно разваливать у нас Рубика. Рубик падает, разбивает лицо об землю. Ну и все. Разошлись по лайнам. А, забрали у нас Энигму. Энигму на топе в это время разбирала команда FiveFever. Друг друга попинали, пока родители не смотрят и целой кучей. И разошлись. В четвером забрали на миде Рубика, в четвером в лесу забрали со стороны команды Рейфа Энигму. Ну, Рубик, конечно, не настолько дорогая цель, как Энигма. У Энигмы действительно задача посерьезнее, чем у Рубика стоит. Его дело собирать, фокусить сразу пятерых в Блэк Холл. Иначе кто бы вообще брал этого персонажа, зачем он нужен? Ну, Энигма у нас с Вагоним пока что, я вижу, не выходит. Тут бы, дай бог, до Даггера дожить и насобирать. Джейо, скорее всего, Эггис у нас поднимет. Да, есть что выбросить. Квеллинг Блэйд ложится, но Форгет здесь остается. Кстати, Форгет у Инвокера крутой. Да, Форгет мистический у Криси. Еще бы у Криси были плохие шмотки на Инвокере. Так, Райор имеет Блэйд Мейл. После Блэйд Мейла собрал Аганимы. После Аганимы еще полторы тысячи на руках. Что у Каста? У Каста Даггер полторы. У Энигмы 350 на руках. Слишком часто у нас умирает НБ, чтобы что-то себе позволить собрать. Блэйк Кинг Бар выходит Джейо. Антимаг, который собирает Блэйк Кинг Бар. Понимаете, прекрасно. Что проблема для команды Рейв? Про касты 5 Эва. Так, у нас под Алакрити Антимаг с бешеной скоростью срезаемостью. Создает крипов и можно юзать Манта Стайл и разваливать Тауэр на хайграунде. Сан Рей от Феникса. Агрити Вокс пока что не собирается. Лайтнинг Болл просто напугал у нас, я так понимаю, Шторм своих оппонентов. У Шторма Мана закончилась. Непонятно, кого он пугал, если сам без Маны и становится бесполезным. Джейо продолжает под Алакрити разваливать Бараки. Врывается на этот раз у нас на Энигму Шторм. Успеет ли дать Блэк Холл у нас Рейв? Блэк Холл дает Блэк Холл по... Ни по ком Блэк Холл. А вот это Блэк Холл от Рубика. Минус 2 уже. Минус 3. Это Аэгис выпал с Джейо. Минус 4, считая Аэгис. Вот это Блэк Холл от Рубика. Это действительно был гайд для команды Рейв. Джейо, правда, встает и начинает разваливать кабинеты один за другим. Но это уже после. Это после феноменального Блэк Холла от парня под ником Эл. Кто же ты? Грустный азиат. Кто ты? 17-28 становится счет. Рейв по щам отхватили плотнейшим образом. 2-400 выигрывает команда Файфа в этом файте. И по золоту, по экспириенсу тоже 4000 подняли. У Джейо появляется Блэк Кинг Бар. Ну то, что Блэк Холл от Рубика был крутейшим, тут даже ничего не оспаривается. И просто забрал блинг. Как будто это не я вообще Блэк Холл кастовал. Прочекайте, у меня никакого Блэк Холла нет. У меня просто блинг. И обычный маленький Рубик. Рубик от 900 на руках. Имеется после Геос Септра. Пора бы Даггер уже приобрести. Не пристало такому статному человеку без Даггера ходить. У Джейо проблемы могли бы появиться, но не появились. Тем временем у нас доминейтинг от Криси. Сларк погибает здесь. Криси вместе с Леоном его разобрали. Можем посмотреть. Пока что файта не намечается. Так, опять же, на трупы мы не смотрим. Смотрим, как погибает. Ну что, Хекс, Колд Снэп, Оркет, подкопали, ЕМП, Сларк домой. Еще в конце и Бластом по голове проверил Криси своего оппонента. Понятное дело, что ему фраг и надо было давать. Кому же еще? Выходит команда Рейв на нижний лайн. Каст уже здесь. Криси недалеко. Хотя здесь остальные ребята далековато будут. 2000 на руках у Акса. Я думаю, будет выход в Тараску. Пора покупать Виталити Бустер. Ну, пока что не спешит. На Райор есть Мэджик Стик. А это ой-ой-ой, как много на 34-й минуте. Прилетает Блэк Кинг Бар у нас. Криси Джей Йо с Блэк Кинг Баром пока что его не юзал. Ну, команда Рейв по географии точно начинает унижать команду Фай Фэева. Видите, рисую на карте. Пока что персонажи Фай Фэева через эту линию не переходят. Это говорит о чем? Это говорит, во-первых, о том, что Рейв доминирует. И доминирует на 15 тысяч по золоту и столько же по экспириенсу. А во-вторых, что Рейв знают, как играть в доту. И выжимают соперника с точек фарма. Полностью выфармливают чужой лес. Полностью выфармливают свой за счет НБ. И лайны тоже под себя подминают. Все, что остается в Фай Фэева, это где-то с хайграунда настреливать по подходящим крипам. Ну и нормальный логотип еще остается Фай Фэева себе придумать. Но это такое. Это мелочи. У шторма 2900 на руках. Ultimate Orb имеется. Я думаю, скорее всего, в линку будет у нас шторм выходить. В общем-то, 300 на руках. Хотя, может быть, есть повод какой-то контроль собрать. Хотя бы хекс приобрести. Ну, шторму лишним хекс точно не будет. Ultimate Orb есть. И осталось совсем немного до Мистикстафа и Войтстоуна. Но, опять же, все по желанию. Возможно, выйдет он в линку. Как-то и выйдет хекс Леона. Тут, опять же, Акс знает, чем проверить по голове. И инвокер через колд снэп тоже цепляет достаточно серьезно. Ну, не знаю. Тут шторму, в принципе... А, Black King Bar есть уже у шторма. В линка не очень нужна. Все, я не заметил БКБ. А БКБ уже даже один раз был проюзанный. Ну, за всем не уследишь. А Джейо 4500 имеет на руках. Это все после Владмера. Джейо фармит как сумасшедший. 22-й левел. По Нетворцу первое место. 21-650. То, о чем я вам говорил. В лейте Сларк выглядит немного несчастно на фоне антимага. Антимаг реальный пимп. Он тут заведует всей вечеринкой. А Сларк... Ну, что Сларку остается? Через Hand of Midas фармить собственный лес. Больше пока что вариантов немного. Ultimate Orb имеется. В скаде выход будет действительно не ранний. Тоже в этом... Об этом на начале... В начале данной встречи я говорил. Маловато. По золоту действительно маловато. Коргерой, который проседает... Ну, на 7000 от... Коргерой команды соперника. Это, конечно... Слегка провально. Ну, Сларка 4-6-10. Что мы вообще от него требуем? У антимага 5-3-6. Но антимаг все время фармил. Давайте глянем по крипам. Чтоб все стало на свои места. 190 у Сларка. И 333 у Джейо. 3 тройки. Сет. Так. Джейо в любом случае на первом месте. 2 600 на руках у Сларка. До Скади осталось... Порядка 1200. 200. Джейо отправляется на Эншентов. У Джейо появляется Тараска. Ему, скорее всего, даже Эггис не нужен. Джейо пока что неубиенный становится. Чем цеплять непонятно. Если бы КБ проюзана вообще. Просто прячься вся команда 5-5. Ну, ждем файтов. Хотя файты, как-то я вижу, не решается. Команда Рейв навязывает. Что они еще фармят? Что им необходимо? Здесь выходит постепенно в Блэк Кинг Бар Акс. Они вообще хотят оставить команду 5-5 без возможности дамажить. Феникс у нас проседает по ХП. Но от Санрея это не считается. У Тимага БКБ. У Криси БКБ. БКБ у Энигмы. БКБ будет сейчас у Акса через 200 золота. И что? Один Леон у нас. Маргинал вообще в тренде не сечет ничего. Ну, Леону возможности нет собрать БКБ. Так бы, конечно, Леон прикупил БКБ, чтобы быть модным, как свои тиммейты. Но Леону тут напрашивается агоним в любом случае. Рубик про ХП проседает. Сразу же хилится. Здесь крипы подпушивают лайн. Пока что рейнджевой баррак стоит на месте. Милишный баррак уже упал. У Акса прилетает Блэк Кинг Бар. Давайте глянем по графикам. Порядка 20 тысяч и более 20 тысяч по экспириенсу. Двадцатка там, двадцатка там. Команда Рэйв постепенно наращивает преимущества. Самое неприятное для А5 Эва то, что даже не 20 тысяч, а то, что динамика не меняется. Динамика вся в сторону команды Рэйв, а значит дальше только хуже будет. Понятно, что больше чем 6 слотов ты не наформишь. Смысла в этом немного. А если наформишь, то не унесешь. Если, конечно, Рэйв не будут нападать, постепенно и А5 Эва через минут 900 вывезут свои артефакты. А там смогут на равных подраться. Санстрайк пошел у нас. Куда пошел Санстрайк? Где это было? Ну, блин, как же я буду узнать, где Санстрайк у нас от Инвокера? Ну, видимо, просто размять у нас Инвокер решил. Ну, к вас экзорт прокачал. Надо показать, что у меня есть экзорт. Все бойтесь меня. Так, пошла у нас драка. Поднимают ветра антимага очень быстро. Это делает у нас Феникс. Зацепили здесь Эла на Рубики. Можно врываться. Мирикль врывается. Почему не дал Эхо Слэм Мирикль? Непонятно. Там куча крипов стояла. Можно было давать Эхо Слэм. Непонятно вообще. Джио после. Уже гораздо позже провязал у нас БКБ. И уходят на Рошана команда Рэйв. Друг друга напугали. Продамажили Феникса. Фениксу, в принципе, ситуация у Феникса была более-менее безопасна. И Карус Дайв. И забудьте вообще, как меня звали. Джио с компанией отправляется на Рошана. Кто заберет Рошана? Рошана заберет Джио, соответственно. Забирает он Рошана. Сыр отходит Инвокеру. Подождите, а что было у Инвокера? Что он выложил? Инвокер у нас без Владмера. Владмер в Курьере? Да, Владмер у нас в Курьере. Курьера, я надеюсь, на базу отправят. Они будут за собой водить. Красная Панда. Моя ты няша. Самый симпатичный Курьер, по моему скромному мнению, в Доте. Хотя у Рейвов, по идее, должен был быть серьезный Курьер. Сегодня эта команда анонсировала у себя на Фейсбуке. Мы еще будем в перерыве крутить нового Курьера. Но пока что в Доту его не добавили. Курьер там крутейший, прям раскрутейший. Увидите сами прекрасно. На Фейсбуке, по-моему, часов 6 назад появилось у них сообщение с видеопредставлением данного Курьера. Как добавят, будут, я думаю, все юзать его. Криси приходит у нас сюда. Уже летит кирпич по голове, но от него уворачивается Сларк. Сларк дерется то, о чем я говорил. Просто Манта Стайл и Сларк без маны вообще. Что? Где Рубик? Рубик ушел. Рубик... Как вообще Рубик ушел? Я не очень понял, как он здесь оказался. Вроде бы ему на голову Санстрайк летел. Рубик остался в живых. Джио фуловый будет через 5 секунд. У Джио есть Тараско. 2800 по ХП у Джио. Даже Акс немного ущерб не смотрится. У Райора всего 200 хеллспоинтов. Но есть БКБ, есть Блейдмейл. И, понятно, через Берсеркер, Сколл, куча дефа. Команда Рейв стоит под хайграундом. Форджиды у нас появились. Можно драться. Надо как-то на себя агрить всех. Моментально. Так, врыв у нас крутой эхо-слэм, конечно же. Но по дамаге Рейв пока что не проседают. Будет ли Блэк Холл? Блэк Холла у нас пока что не будет. Выкупается у нас НБ. Летит сюда в драку. НБ еще долго до драки бежать. НБ прилетел на свой Т3 и побежал пешком. Красавец. НБ в драку у нас уже не попадает. Разве что сможет посмотреть, как команда Рейв разваливает команду Файф Эва. Вчетвером дерется у нас Рейв. Пока что НБ, пока НБ бежит. Но этого хватает. Команда Файф Эва не дофармила. Оверфарм у Джио. Джио с руки разваливает как сумасшедший. Бьет он у нас Шторма. Шторм проседает по ХП. У Джио, конечно, скорость атаки маловато. Блэк Холл у нас от НБ. Зацепили. Так, если можно юзать Блэк Холл у нас Рубик. Рубик юзает Блэк Холл. Но кем бить? Никем. Рубик в любом случае молодчина. Отыграл на 5 с плюсом. Правда, ничего не вынес по артефактам. И команде своей толком не помог. Но 2 краденных Блэк Хола и вкастованных тем более. Это в любом случае плюс в карму. Поздравляем команду Рэйв со второй победой. Можно сказать, уже в турнире. Потому что это третий матч для них и вторая победа. На повестке дня еще один матч против Рэйв и Файф Эва. Напоминаю, что это Best of 3. Ответная реакция последует ли от Файф Эва. После избиения мы увидим через несколько минут. У микрофона друг. Это студия игрокам ТВ. Не переключайтесь. Немного реклама. Немного курьера от Рэйва. И чуть-чуть музыки. Все, очень скоро услышимся. Вопросы свои оставляйте в чате. Буду по возможности отвечать на них. До связи. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова